хрометраж программы правда 24 24 минуты и этого времени хватит для того чтобы перечислить все официальные звания и регалии нашего сегодняшнего гостя среди неофициальных есть лаконичные такие как гений бог танца феномен в искусстве и это все правда потому что владимир васильев у нас в гостях приветствую вас очень приятно прошу этот год вас юбилейный и вот хотелось бы спросить кто-нибудь неожиданный поздравил вас или все поздравления были от тех от кого и предполагались но я как-то не думал об этом кто вообще должен кто обязан или кто там все те кто живы и те кто меня любит они все поздравили градациями не было никаких так что не может быть как всегда из города этот приятно всегда при это когда тебя поздравляет когда тебе говорят хорошие добрые слова ласковые да и вы поневоле точно также улыбаетесь в ответ то же самое говорите так что и в данном случае это не значит что вот именно на 75-летие должно быть высказано нечто такое чего просто-напросто объем конечно прожитого уже большой поэтому есть что сказать что напомнить в общем это приятно я что подумал вот на самом деле если бы если я правильно понимаю вашу биографию если бы в семье были деньги и деньги на обучение живописи то мир бы никогда бы не узнал самого великого танцовщика потому что вы бы вас бы отдали в школу тогда пошел рисовать стали для того как танцевать да и вы вы стали бы живописцем ну кто же знает в конце концов вы же стали живописи да но а вдруг узнали здесь трудно сказать повороты такие судьбы бывают но вы писали если мы про живопись говорим вы все это время писали нет 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 наоборот просто у меня было большое количество моих друзей среди именно художников и я поневоле как-то вот был втянут в эту орбиту их жизни и первые свои какие-то работы я именно в студии никто меня не учил да я и не просил никого показывать знаете а как нужно держать карандаш а как нужно держать как хотите потому что кстати вот сейчас я вам говорю я вспомнил у меня есть одно полотно написанная девушка которая родилась без рук и она художница и в италии как раз было это несколько лет тому назад мы стали что вот так то ну знаете как всегда до обделенные люди и ты как-то и неудобно сказать это она решила подарить вам портрет там был портрет где я лечу наверное с фотография на взяла она написала и она пишет и ногой и у нее это получается совсем не хуже чем если бы она рисовала руками понимать так что бог его знает я не знаю никогда не задумался тем как нужно держать как как нужно смешивать каким образом и все вот как как шло вдруг поначалу но я конечно смотрел любил смотреть как рисуют другие а именно как работают как и так работают как пишут вы имеете ввиду уличных рисовальщиков нет не уличных вы знаете что уличные редко вот те хорошие уличные которых я встречал они как-то случайно попадались они не любят вот этой огласки а вот те кто на марма на монартре помню тоже и напьются на воны те люди которые пишут прилюдно просто для того чтобы заработать деньги все как правило это в общем люди которым в общем не нужно даже было бы этим заниматься я ничего хорошего по-настоящему не встречал просто вот в глуши где-нибудь там знаете в михайловском шоу вдруг смотрю сидят ребятишки и вот они там так и так сочно как они хорошо это делали что я просто позавидовал а у вас как вот вы считаете свое письмо какое-то или вы на кого-то похоже как живопись о я похож на очень многих у меня своего письма я даже не знаю есть на нет кто-то говорит что вот появилась уже даже до статьи ну возможно но просто знаете когда желаешь объять необъятные да и вообще не получается конечно но это стремишься у меня бывают разные совсем если я правильно 12 14 лет да вот вы пробовали писать да 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 это хранится из этих рисунков есть да причем знаете интересно как бывает это тот случай когда я перебирал здесь какие-то бумаги для архива нужно было собрать воедино и смотрю что такое мне не помню ну где же но ясно совершенно что это где-то восток где-то самое самое начало может быть где-то 50-е годы 60-е начало ну не может быть это неужели ты я совершенно какая-то другая такая манерка но симпатична и неужели не просто от неужели это я так плохо не неужели я такой молодец как хорошо и вот эта разница большая да потому что когда люди такие как вы сказать самоделкины они их радует процесс процесса вообще радует всех творчество меня в данном случае всегда радовал но в своей профессии я всегда был недоволен тем что я уже сделал играть какой спектакль самый лучший да а ты не знаешь какой спектакль там лучше потому что в каждом спектакле было что-то что тебе не нравилось и что ты мог сделать гораздо лучше нет но есть в общепризнанные даму уже приглашал на счет спартак это имеется ввиду вообще это такая вот куда это он и да но дело в том что я сам вот не могу сказать когда он у меня по-настоящему получил хоть бы один спектакль и станцевал огромное количество тот который бы мне стал вот сегодня сегодня да это бы это состоялось каждый раз что-нибудь случается на репетиции как правило возникали вещи гораздо более интересные чем во время спектакля и вот но в общем это все так я где-то к чему стал говорить да вот если вы спросите смогли художника таки да ну как вы хорошо и от хорошо и от хорошо а художник настоящие профессионала всегда недавно но всегда будет не нравится что ты что ты ну что вы смотрите гениально совершенно посмотрите как это за ну да ну да ну так грязь а вот здесь вот в общем банк что хочется все время думаешь так завтра ты сделаешь завтра делаешь опять не то послезавтра опять не то и я подошел сейчас вот к этому самому как раз определению когда в общем я смотрю сделано очень много у меня буквально сот тысячи может быть уже работа а в общем по-настоящему когда бы я мог сказать что вот это да это за это можно заплатить огромнейшие деньги и как-то все это не у меня не получается понимаете но думаю опять я сделаю впереди все думаю еще есть время что картины не продаются их не продаю я на благотворительных я выставлял и конечно они стоят дорого дешево продавать я не хочу смысл картина это ниже своего достоинства потому что все таки я это не значит что я как так вы знаете да я все плохо делаю вообще неважно там нет я отношусь себе так по разному а друзьям дарили да конечно я именно дарю и вот когда благотворительные тогда они выставляются когда не стоит дорого тогда их покупают конечно во во имя детей или людей нуждающихся когда можно будет посмотреть когда ближайшие вас ближайшие будет вот в петербурге петербурге будет в июне по моему 27 или 24 не помню но в конце июня а было только что время вообще очень много было только что было в казани причем время было 57 работ в казани было тоже наверно работ 40 и работы были все разные все абсолютно потому что их большое количество и сейчас будет тоже совсем новые какие-то работы а вот вы сказать что радость как бы созидание творчества что всегда на процесс доставляет удовольствие я могу понять когда мы говорим о танце или там о живописи а вот что из себя представляет процесс допустим сочинение стихов как стихи сочиняются это вас озарило или вы решили вот что надо бы на эту тему высказаться знаете можно смеяться сколько угодно да когда люди говорят а как вы а вот знаете снизошло до меня вот они откуда-то тут прилетает появляется а я их только берут на есть бумажка я записал самое интересное то что примерно так со мной и стала происходить вот когда мне было что-то очень они стали появляться тогда когда мне было не очень хорошо и комфортно они как иммунитет от вот от чего-то очень нехорошего вдруг стали приходить такие либо либо тогда когда не согласны и скажем с моим мнением люди или те люди которые мне просто не нравится либо их в поведении либо хамстве либо их в общем какие-то черты те которые меня раздражают вот они тогда легко как-то выливаются действительно что-то снисходят я и не вымучиваю знаете а часто бывает что люди раздражают и не нравится не часто нет не часто не часто но работа не приятные вот как бы существует два подхода что одни говорят мегапрофессионалу должен работать с человеком который профессионален и невзирая на его человеческие качества а другие говорят нет нет человек должен вот быть импонировать быть симпатичен тогда я могу с ним работать и сделаю это лучше у вас какой был в работе подход и есть какой иногда приходится работать с людьми которые в общем да тебе не очень приятно но в этом заключается профессионализм да ты занимает даже посмотрите даже микеланджело да ну казалось бы ну что он из неодушевленного предмета делает нечто такое поражает всех свое вот и своей духовностью до стихи это я не считаю себя даже в малейшей степени никогда бы не сказал чтобы не да я поэт но я не могу тоже без этого они действительно как-то приходят а а когда впервые обычно ведь подростковом возрасте тоже начинают писать у меня было да когда у меня было лет десять и дарова из трубы дымок и за околицей что такое и первое свидание что-то рождал такие детские примитивные стихи которые сейчас даже как неудобно мне вспоминать а первое стихотворение у меня было кстати петербурге была отвратительная погода и вообще было все все было тошно как-то все неприятно я шел по невскому и вот этот дождь все время моросил моросил и я просто пересказывать внутри себя стал вот эту самую но в рифму в рифму пересказывать ну да она почему-то в рифму пошла почему-то да и вот так вот и и потом пришел просто записал очень много стихов кстати по этих что такое поэт да тоже понимаете мне как-то тоже это родилось неожиданно тоже так поэт только тогда поэт когда его не тяготя такого тяжелые рифмы зажимающие уста хорошо и мыслики в гармонии со словом и в каждом слоге отблеск божества вот это поэт да а потом кстати я бы сразу добавил и все же я могу назвать себя поэтому пусть только в танце и ни в чем ином но дар сценический когда-то где-то возьмет и выльется законченным стихом вот стихом вот так вот вот закончился из вот два огромное прошло уже бремя понимаете такое после то что я долго танцевал и я так сказать что вот это вот вот там это было закончено до сих пор не могу смотреть вот и на николаеву ваши стихи оценила даже вот появилась в результате упала пла 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 стивка а вы всегда пели я не я я не пи я не пою вы не поете да анима и странно видеть да ну да 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 бы привлечь дарки какой-то мальчике ход я подумал кая на телевидении также как и вы поэтому вас узнаю я думал владимир васильева я послушаю думал вот здесь сделать для себя открытие а вы вообще принципе ну поете когда-то дома там за столом дело я напеваю постоянно когда я рисую аж но он занимается это мычание атаку это 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 нельзя назвать не пение ничем-либо подобным но и и я думаю что это я и не буду никогда этим делать заниматься потому что слишком люблю музыку и мучаясь когда фальшиве страшно совершенно и поэтому вот это я точно я знаю что наверное никогда не буду петь вообще для для танцовщиков важен абсолютный слух вот должен быть артист балета при этом еще человеком музыкальным смысле обладателем слуха или главный ритм только знаете нет нет ритм это основа то это самое биение сердца до зарождение жизни я пошло мне кажется что для любого совершенно творческого человека необходимы слух вообще выходишь на сцену без этого как а уж особенно мы же ведь призваны понимаете здесь все очень просто мы должны сделать музыку зримой а как вы и сделаете зримы если вы если у вас плохой слух допустим костюм же он же имеет значение для человека который танцует он же должен ему нравится ему должно быть я не про комфорт говоря вот просто эстетически а у балетных есть свобода выборе он может чек сказать что вот мне не нравится вот это допустим я хочу чтобы это было другого цвета или другой длины или нет да вот у меня в спартаке видите там одинаковые совершенно форма но они три разных первый это был значит такой сероватый коричневый цвет который мне ужасно не нравился я считал что он менее идет второй был синий второй акт там синий цвет а то же самое ласины и перевязка и потом терракота не красный но терракота третья и смерть происходит это таракота но это художник так задумал его право было понимаете другое дело когда для одного ведь нужна юбочка вот чтобы скрыть такая да все-таки побольше третье еще то есть это вообще согласие должно быть вот я мне тоже да а изменились стандарты за там за последние полвека в смысле свободы у человека который на сцене выбирать себе скажем так форму мне кажется что это возможно только в том случае если вся политика репертуарная вся она делается именно для этого человека и вообще он там царь и бог и тогда он диктует и тогда он может себе позволить вы же были конечно его есть нет я никогда это не я мне не нравилось да ну что делать вас называют богом богом мало кого господи нет мука жма кого 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 еще у нас то скорее за называют богом танцы я что-то не слышал такого ну наверное есть люди которые его считают богом танца и вполне возможно почему нет а вообще у известно что еще там со времен российской империи балетные они были всегда любимцами элиты я имею ввиду не элиты не культурная а про правящий изменилось вообще отношение элиты к балетным с постсоветской россии как вы считаете не знаю не знаю я не могу ответить просто на этот вопрос потому что почему со мной это не происходило ну а другие у других я не знаю не как с вами не происходило вы могли позволить себе роскошь отказаться от членства в партии в кпсс не так они кого в нет но многие не могли просто отказаться от этого вынуждены были высказываетесь сколько я это лет десять мы с максимум и нас отказывались конечно но мы не отказывались не отказывая не отказывался я не настолько был смел и радикален чтобы сказать нет вот вот когда подошло время когда просто я понял что и дальше тянуться это не может каждый раз я говорю что я не готов что я не знаю я знаете вот не поняли не понимаю много не понимает что я могу сделать я и так делаю все для партии для того чтобы все было хорошо но и но потом когда один раз только уже пришел ко мне человек в город все болот понимаешь нам же нужны нам нужны смелые нам нужны люди правдивые нам нужны люди честные это очень недостаёт таких людей в партии вы сами же понимаете вы даже очень многие не нравится ли да мне очень многие не нравится так вот мы и хотим чтобы пришли вот давать а я понимал что все равно это это ничего я ничего хорошего из этого не выйдет но опять не понимал как шли и потом нет 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 я говорю я не могу вот завтра приходите завтра мы как раз не надо ничего вообще никаких комиссий ничего и вот тогда я сказал а почему но почему володя когда я говорю да просто не хочу и как ни странно после этого никто никогда меня не жал думаю что вообще если бы я был наверно очень хитро или хитроумен наверное я тоже бы так бы сделал я просто об этом не думал но это же потрясающий шанс понимаете потому что вас верит верит в то что вы принципиальны чистосердечны прямодушны и любите свою родину и вот мы ездили когда мы с котик постоянно не пускали никого мы почему-то ездили что сразу многих возник подозрения это не про неспроста понимаете и здесь вот много таких есть я думаю что люди которые принимали решение выпустить или упустить они на самом деле были в своем ремесле достаточно грамотно то есть они точно они точно понимали что можно чего нельзя хорошо а у нас у нас к жени нельзя перебирать хронометраж и мы финишируем вот в этом красном мешочке вы должны вытащить одну из четырех фишек ну да вот и зависит от цвета выбрать это красный этот желтый желтого любую желтую карточку первый попавшийся там давайте я прочитаю это я сейчас прочитаю что вы мне очки игра в правду неловкий вопрос уходили ли вы из заведения намеренно не оплатив счет или что-нибудь прихватив на память ни разу из гостиницы сувенир ни разу ни разу ни разу не уходил ни из какого заведения всегда платил а на память что-нибудь на память было а это когда я был молодой это было правда вторая часть она близка уже мне когда мы стали ездить за границу то естественно совершенно в каждом номере мы переезжали например по америке пятьдесят девятом году там было ну наверное городов сразу 15 представляете и в каждом были свои какие-то пепельницы раз мы в то время курили я очень много курил курил не что-нибудь дам я обожал совершенно жена моя тоже и мы привозили с собой мы брали эти пепельницы но я не думаю что если мне там это было не то что неловкой как рассказать просто да мы собирали вот эти пепельницы помню их накопилось большое количество или спички например каждое заведение а вот эти вот крошки да и очень интересно недавно нашел смотри господи целый мешок вот этих самых значит спичек но это было продолжалось буквально один год я понял потом что есть у меня будет так дальше продолжаться то мне нужно будет просто открывать какой-то магазин и потом куда ты или выставку владимир васильев даже человек который ни разу не видел его на сцене пообщавшись с ним посмотреть на него поймет что он общается с гением неважно с гением танца потому что мы говорим о масштабе личности мне так показалось огромное вам спасибо 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 спасибо